А вот этот метод, в отличие от Repeat, очень полезный и мощный. Это метод строк, называется Replace. Этот метод используется для того, чтобы что-то заменить в строке. Самая простая его реализация — это... Давайте посмотрим на пример. У меня есть строка, я взял ее из примера. И мне нужно сделать новую строку, в которой я заменю слово Dog, например, на Cat. Это можно сделать следующим образом. Я говорю a.replace и передаю первым аргументом, что я ищу, а второй — на что я заменяю. Причем здесь может быть вот Dog несколько раз. Вот так сделаем. Теперь выведу в консоль. И мы увидим интересный эффект. Что вот так я заменю только первое вхождение. Я заменю только первое вхождение. Вот здесь заменилось, а здесь нет. Оно, конечно, может быть полезно, но не так, как ожидалось. Я бы хотел, чтобы Replace заменял не только первое вхождение, а вообще все, что соответствует этому, все заменял. Давайте посмотрим его документацию. Его документация говорит, синтаксис, что он принимает два аргумента. Либо регулярное выражение, либо подстроку. Вот я сейчас использую подстроку. Вторым аргументом может быть другая подстрока, на что я меняю. Вот это. Либо функция. Как я сказал, Replace — очень мощная функция, потому что с ней можно работать вместе с регулярными выражениями. Регулярные выражения — это отдельная история и требует детального рассмотрения. Возможно, за несколько минут я не смогу показать всю мощь регулярных выражений, но покажу вам несколько примеров, которые вам, может быть, пригодятся. Регулярные выражения записываются вот в таком виде. Это не комментарий. И здесь я напишу doc. После этого нужно дописать ключи. Ключи говорит, что global и ignore. Ignore case. Например, если у меня здесь будет вот такой dog, то это тоже должно сработать. Давайте проверим. Cat and cat. Отлично. То есть он обработал это без учета регистра. За это отвечает вот этот ключ или флаг I. G — это global, что он будет искать не только до первого вхождения, потому что вот так он сделает тоже до первого вхождения. Здесь поменяет, а здесь нет. Поэтому нужно устанавливать флаг global, тогда он будет идти и не останавливается на первой находке. Для чего еще могут быть полезны регулярные выражения? Давайте я вам покажу пример с числами. Ну вот есть число 1, 2, а потом 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0. И мне нужно заменить только числа меньше пяти. Например, мне нужно заменить числа только меньше пяти на подчеркивание. Для этого можно использовать вот такие группы. Я буду искать от нуля до пяти. Вот в этом случае я все числа от нуля до пяти заменю на знаки подчеркивания. С регулярными выражениями, ну, поначалу, может быть, не очень легко будет подружиться. Но если вы выучите основные конструкции с регулярными выражениями, то сможете делать много замен, много сложных замен, много поиска, так как в вашей работе наверняка хоть когда-то нужно будет использовать что-то сложнее, чем реплейс A на B в первом вхождении. Поэтому почитайте про регулярные выражения. Возможно, найдете какой-то хороший материал на эту тему. Но в процессе поступления задач, когда вы сами их себе ставите, либо кто-то вам их дает, возможно, тогда нужно будет использовать регулярные выражения. И на этих примерах вы потренируетесь и поймете, как это работает. Теперь, реплейс еще принимает, помимо новой строки, он принимает функцию. Эта функция стрелочная. Возможно, вы еще не работали с функциями. Но я хочу показать, как она работает. Значит, сюда я буду передавать несколько аргументов A, B, C. И давайте посмотрим теперь в консоли, чему равняются A, B и C. Для простоты я уберу это все и сделаю всего лишь два вхождения. Вот так, два и четыре, чтобы посмотреть, что там есть. Он срабатывает несколько раз, потому что находит и два, и четыре. Я уберу. Второе. То есть у него будет просто первое срабатывание и выведется в консоль три аргумента. Что тут есть? Значит, при первом срабатывании, при первом срабатывании, первый аргумент, точнее, тут единственное срабатывание, первый аргумент A – это то, что мы нашли, то, что мы нашли. Четыре – это, судя по всему, индекс. Давайте посчитаем. Ноль, один, два, три, четыре – это индекс. Вот это – это то, чему равняется эта строка. Но мы получаем в результат undefined. Здесь мы заменяем двойку на undefined, потому что вот эта функция, она возвращает нам undefined, потому что у нее нет ретерна. И чем полезно и чем вообще мощно использование этой функции? Так как внутри этой функции мы можем делать различные проверки. Мы можем сказать, что все от 0 до 5 заменить на знак подчеркивания. Это простой вариант. Но мы можем сказать, что найди что-то и вот в какой-то промежуток мне нужно взять все числа от, например, вот я сделаю 0, 1, 2, 3, 4, 5. И скажу, что все от 0 до 3 мне нужно изменить на что-то. Мне нужно их увеличить вдвое, увеличить втрое или что-нибудь с этим сделать. Но давайте их для примера увеличим вдвое. Тогда я скажу return. Чему равняется у меня эта входящая информация? Это аргумент a. И попробуем a умножить на 2. Есть другая сложность, то что он приходит в виде строки, поэтому мы можем получить что-то неадекватное. 0, 2, 3, 4. Так. А этот консоль я уберу, чтобы она не мешала. Нам нужно всего лишь посмотреть, чему он там равняется. Да, здесь мы получаем что-то не то. Если я здесь просто напишу, например, 0, return 0, то он должен будет заменить его на нули. Да, эта операция срабатывает. Но я когда использую a и умножаю его на 2, то я не получаю того результата. Можно было бы даже сказать a плюс 1. И тогда мы увидим следующую картину. Что он его прибавляет к строке. Потому что, если вы заметили, вот здесь a – это строка. Поэтому, чтобы делать математические операции, нужно преобразовать ее, этот a, к числу. Самая простая операция преобразования к числу – это добавить просто плюсик. И тогда это будет работать, мы будем получать здесь уже значение. Здесь можно сказать уже, допустим, плюс 100. Вот, тогда мы получаем новое значение для того, что мы найдем. Это очень гибко, так как можно регулировать, что мы получаем, какие операции с ними делаем. И если нужно, можем вызывать здесь еще другие функции внешние. Поэтому использование функции в реплейсе здесь очень мощная возможность. Очень мощная возможность. Несмотря даже на то, что сам реплейс мощный благодаря использованию регулярных выражений внутри него. Но использование функций вторым аргументом делает возможность написания кода компактным и выразительным. Пробуйте работать с реплейсом. Придумайте себе какие угодно задания, чтобы с ним потренироваться. Посмотрите примеры в документации. Повторите их. И применяйте. Продолжение следует...